Здравствуйте! Меня зовут Тюрин Дмитрий. Разрешите представить международный фонематический алфавит Waffle по первым буквам английских слов World Phonemic Alphabet. Международные алфавиты бывают фонетическими, как МФА, для записи всех аллофонов, и фонематическими, для записи только фонем. Последние до сих пор не разработаны, поэтому предложим таковое на основе латиницы. Он важен как посредник для языков с несколькими алфавитами, например, для курдского, записываемого арабицей, латиницей и кириллицей, и для близкородственных языков на разных алфавитах, например, для фарси-дари на арабице и таджикского на кириллице. А как система ввода он необходим при работе с несколькими языками, использующими одну и ту же писанность по-разному, например, при работе с уйгурским, урду и арабским. Как алфавит ввода он избавит нас от необходимости печатать многографы, например, во французском, и помнить, какой из аллографов писать в тайском и ему подобных. Графемы любого алфавита разделим на четыре группы – гермы, сигилы, тонеры и нюансы. Гермы – это базовые согласные гласные индоевропейских языков. Сигилы придают им иное звучание, например, палатальность, как мягкий знак в русском, ретрофлексность, как подстрочный кружочек и точка в пушту и т.д. Тонеры указывают изменение тона, например, надстрочные черточки в пенине, а нюансы невидимы в текстовых редакторах и являются идентификаторами аллографов в других алфавитах. Например, указывают, какой из двух «т» имеется в виду в индоевропейских языках на основе арабицы, какой из двух «с», какой из четырех «з» или какой имеется в виду китайский иероглиф из одинаково звучащих даже с учетом тона. Герм, один или несколько сигилов, один или несколько тонеров и один нюанс, обозначающих одну фонему, назовем байтемой. Алфавиты с четырьмя этими компонентами назовем кватерными , два компонента – дуальными , один – тривиальными. Перекодирование текста из национальных алфавитов в офл назовем конденсацией, а в обратную сторону – диссипацией. Конденсация с последующей диссипацией дает в точности исходный текст, без искажений, потому и нужны нюансы. Графемы национальных алфавитов будем именовать диссипатами, а в офл – конденсатами. Перечислим сигилы. Эмфатор отмечает угулярную и фарингальную артикуляцию и встречается, например, в семитских эмфатических согласных и в тунгусо-манжурских скрипучих гласных. Ретр делает произношение ретрофлексным, как в массе индийских языков. Аспир – придыхательным. Например, с его помощью могут быть записаны десять фонем игбо, до сих пор не имеющие обозначений, а с помощью аспира и нюансов фонема в шведском обозначаемая пятью многографами. Палатар превращает согласные в палатальные и палатализованные, те и другие не встречаются в языке одновременно. Нозер перед байтемой указывает преднозализацию, например, в африканских языках, а в конце байтемы – постнозализацию, в европейских. Лабиатор делает гласный огубленным, как во множестве германских, тюркских, финно-угорских и прочих языках. Глотар маркирует абруктивную фонему, например, кавказских языков. Инхал – ингрессивную, вдыхательную, например, африканских. Глушитель превращает звонкие и фонемы в глухие и используется, чтобы не вводить новые графемы для редких звуков, например, для глухих татанакских гласных и для глухого Л в названии столицы Тибетской автономной области Ласа. Сайдер стоит в конце латерально-фрикативных согласных и входит, например, вместе с глушителем в состав зулузского дифтонга Тль, который, кстати, можно писать и без глушителя, т.к. нет парного звонкого дифтонга. Кликсы существуют не на всей планете, а только в небольшом участке Африки, поэтому уменьшим количество графем вофлова и обозначим кликсы не отдельными гермами, а сочетанием индоевропейского герма с сигилом кликсер. Дурал, выглядящий как подчеркивание пробела, обязывает произносить фонему дольше обычного, а стресс, выглядящий как надчеркивание, обозначает ударение в тех языках, где оно смыслоразличительно, например, в испанском, русском. Начальный сплиттер указывает, что часть от него до начала слова может читаться или не читаться в зависимости от того, как оканчивается предыдущее слово, например, в арабском начальный сплиттер стоит после олив васла. Аналогично конечный сплиттер указывает, что часть от него до конца слова может читаться или не читаться в зависимости от того, как начинается следующее слово, например, во французском он стоит перед конечными согласными, льезон. В середине слова могут встречаться сначала конечные, потом начальные сплиттеры, когда они обрамляют санхи. Например, арабская эмфатическая д записывается байтемой д-эмфатор, в которой д это герм, а эмфатор это сигил. Байтема не имеет тона и нюанса. Теперь перечислим тонеры. Весь диапазон изменения тона разобьем на 5 уровней, так же, как это делают китайцы. И ряд изменений обозначим отдельными значками. Значок на текущем слайде маркирует изменения с 5 уровня на 3, потому назовем его тонером 5-3. Если изменения 5-3 в языке отсутствуют, тонер может применяться для 5-4 или 4-3, если таковые есть. То есть для любых понижающихся тонов, заканчивающихся не ниже 3 уровня. Идея в том, что тона 5-4 и 4-3, прочитанные иностранцем как 5-3, будут понятны носителю языка, хотя и будут звучать как акцент. Подобно неправильно выбранному аллофону для фонемы. А этот тонер на слайде назовем 3-1, так как он обозначает изменения с 3 уровня на 1, а также с 3 на 2 или со 2 на 1, если изменения 3-1 в языке отсутствует. Но в любом случае обозначаемый тон должен быть понижающимся и начинаться не выше 3 уровня. Тонер 3-5 обозначает, разумеется, изменения с 3 уровня на 5, а если такового нет, может быть применен для изменения 3-4 или 4-5. Опять же, тон, чтобы быть обозначенным этим значком, должен быть повышающимся и начинаться не ниже 3 уровня. Тонер 1-3 обозначает изменения с 1 уровня на 3, и опять же, если такового нет, может обозначать изменение 2-3 или 1-2, то есть обозначаемый тон должен быть повышающимся и заканчиваться не выше третьего уровня. А тут приведены тонеры, обозначающие припады с пятого уровня на первый, с первого на пятый, а также тона, не изменяющиеся на уровнях 3, 5 и 1. Для обозначения тона 2-4 каждый язык выбирает один из трех тонеров 1-5, 1-3, 3-5, в зависимости от того, какой еще не был задействован, и впоследствии уже обозначение не меняет. Аналогично тон 4-2 обозначается незадействованным тонером из набора 5-1, 3-1, 5-3. Вот так выглядят тона в китайских языках, пекинском, шанхайском, фуджоуском, кантонском и в языке бай. А так в тайских, лаосском, тайландском, в языках ли и джуан. А так во вьетнамском. Обратите внимание, что в нем слога с одним и тем же тоном могут отличаться глотальной смычкой перед гласным. Пара слов о нюансах. Арабская нормальная неэмфатическая т имеет две формы записи в национальном алфавите. Вы их видите на слайде. Соответственно, в оффоле они отличаются нюансом. А это ранее упомянутые индоевропейские тсз, записываемые арабицей, соответственно, одним из двух способов, одним из трех и одним из четырех. И отличаются они в оффоле нюансами, которые добавляет не человек, а спеллчекер, орфографический корректор. Но для китайских языков нюансы придется вводить с клавиатурой, как и в пенине. Хотя номеров будет меньше, так как омофоны уже имеют знаки различия в виде тонеров. Чтобы набрать на клавиатуре все гермы, сигилы, тонеры, разработана раскладка, максимально совпадающая с английской. Назовем ее волей, по первым буквам английских слов «Waffle Layout». На слайде на каждой кнопке слева вверху надписан вводимый ею символ без нажатия дополнительных клавиш, в так называемом первом кисете. В центре – во втором кисете, с правым шифтом. Справа внизу – в третьем, с левым шифтом. Для управления программами предназначены четвертые и пятые кисеты, с Ctrl и Ctrl-Shift. Выполняемые действия, надписанные справа посередине и справа вверху. Для набора цифр, выделения жирностью, курсивом и заранее выбранными цветами, шестой кисет, с Alt, на кнопках слева внизу. Всех гермов, сигилов, тонеров, нюансов, вместе с цифрами и управляющими кодами, меньше 256. Разработанную для них однобайтную таблицу кодировки назовем BAM, по первым буквам слов «Байтема» и «Морфема». Она выглядит вот так, все детали изложены в публикациях. Таблицы перекодировки «Waffle» в национальный алфавит назовем салонами, чтобы не путать с таблицами баз данных. Салоны хранятся в операционных системах. Вот это салон для арабского, а это для пушто. А это для фарси, дареи и таджикского. На «Waffle» их удобно подвергать сравнительно морфологическому исследованию, а через «Waffle» конвертировать фарси и дареи в кириллицу для таджиков, а таджикский в арабицу для персов и афганцев. Подобная же ситуация с курдскими языками курманжи, сарани, гарани, каждый из которых записывается и арабицей, и латиницей, и кириллицей. Аналогично в белушском, записываемом арабицей в Пакистане и Афганистане, причем чуть-чуть по-разному, и кириллицей в России и Туркмении, и во многих-многих других языках. Что еще мы имеем с изобретением «Waffle», «Wolly» и «Bama»? На «Waffle» можно обучать письму на начальных этапах в тех случаях, когда язык имеет неэргономичную письменность, и делать это как на бумаге, так и в обучающих программах типа «Rosetta Stone» и словарях типа «Golden Dictionary». И как мы уже указывали выше, «Waffle» является естественной средой для сравнения близких языков и диалектов. Тексты на нем можно отображать и графемами «Waffle» и оригинальными графемами языка «Диванагри», «Гурмуха» и т.д. Достаточно переставить радиобокс программе. Это делает кодировку BAM альтернативой Unicode. Кроме того, изменяя салоны, таблицы перекодировки, можно реформировать правописание, не обращаясь к правительству, реформировать на «Waffle», а не в оригинальных графемах. Мы просим распространять видеоролики, посвященные «Waffle», публикации и презентации, где только возможно. Просим китайцев, работающих в Африке, сообщить, какие тона есть в слышимых ими африканских языках по китайской нотации 1.5, а африканцев подойти к китайцам с тем же вопросом. Просим программистов помочь создать бесплатную ГПЛ-ную программу при кодировке из Unicode в BAM и обратно, плагины для поддержки «Waffle» в текстовых редакторах, CTE, Notepad++ и т.д. Файл шрифтов в TTF с кодами национальных букв, равными байтемам в ВОФЛа, а не Unicode. Просим лингвистов в простом экстренном файле перечислить национальные буквы неописанных языков и назначить им байтемы, а у описанных проверить правильность таблиц при кодировке. Пишите нам, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Вступайте в наши группы в Фейсбуке и ВКонтакте. Автор предоставляет безвозмездно всем не исключительное право видеоролик и текстовую презентацию целиком, без правок и сокращений, воспроизводить и распространять любым способом, в том числе размещать в интернете и в полнотекстовых базах данных. Переводить на иностранные языки. В начале перевода по-английски и на языке перевода должно быть указано, с какого на какой язык осуществлен перевод, фамилии и имена текущего и предыдущего переводчиков. Публикующий должен выслать автору перевод в социальной сети ВКонтакте и на два имейла. Оригинальный видеоролик выполнен на русском.